Так, друзья, витаем всех вас, дорогие братья и сестры, Церковь Бедвага подчиняет свое служение перед лицом Господним. Сегодня у нас 22 серпня, слушайте, уже лето заканчивается, уже будет вересень, потом желтый, листопад, и начинается грудь. Это обозначает, что зима. Опять жди лето. Это лето так быстро прошло, мы не успели, встыгли, пока туда-сюда, уже лето не было. Ладно, на сегодня у нас в служении участвует Мария Гуменюк, бывшая Кузьмич, значит, Гайяна Укася, Мария Гуменюк, Ривня, Украина, Гайяна Укася, Лимош, Франция, Ева Васильчук, Людмила Шуман, Россия, Ельня, Эра Длида Лик, ОЛД, Немеччина, Максимчук, Людмила, Ольга Саражинская, Таня Долженкова, Володя Шек, Володя Шек, значит, Микола Пилипенко, Олег Билаш, это? Что-то я его не бачу. Ясно, пока Володя подкручит, Олег, подойди ближе. О, бачу, бачу. Пока Володя подкручит, я уже тебя нашел. Хорошо, спасибо. Олег Билаш, Борис Синяк, Вот это все. И я, в том числе, сановка вся ровно. Вот такой киркозы, друзья, сегодня мы забрали, для славы Божьей. Конечно, во время, во время, ну, живем, и иногда бывают сюрпризы. Господь допускает в нашей жизни несподивенности. Вот сегодня я смеялся, раздаем хлеб, черги и дэ, надежда Федотовна, каже, так, белый, черный, кто что хочет. Каждый приходит и должен говорить, белый, серый, белый, серый. Одна подошла, каже, Якуба, она каже, Она каже, смысл, номер 14, каже, зачем мне 14, белый, серый. А, да, серый. 14. А Якуба, следующий, 15. Да, 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 16. Мы посмеялись, что люди иногда, ну, бывает, недопонимаем, но это, это не мешает до раздачи. А мешает другое. Когда говоришь, что люди добрые, если у вас нема жетоны, не чекайте, не ждите, чудо не произойдет, поверьте, Бог не будет робить чудо, ради того, что вы не хотите слухаться. За непослушных Бог не будет такие чудо робить, я верю, что Бог может этот хлеб цельный, и будут раздавать, раздавать, не кинчиться, Бог сделает такое. Но когда я говорю, я купил 50 хлебов, 50 жетонов, раздано, 51 не ждите, нет, а вдруг, ну, ждите. Если вдруг, то ждите, а действительно, а вдруг будет. Ну, слава Богу, до сих пор не было, потому что все бесповодно, беспричинно, там нема смысла, Богу чудо проявить, абсолютно. Богу требует послушания, покорности. Иногда у нас, как раз, когда бракуя послушание, у нас выникают проблемы, потому что, когда наши яд касаются, чипляют, мозол нажимают, у нас проявляется характер, мы уже показываем, где раки зимуют, и там, и вытекающие, и туда, и другое, пятое, десятое, и у нас масса оправданий, к чему собрания уже не ходим, к чему не слухаемся Слово Божие, к чему не поступаем так, как мы им поступали, и масса-масса других вопросов. И Библия об этом замечает, и говорит, что бывает такое, вот, например, я читаю 14 главы Луки, 16 стиха, про людей, которых, у них оправдание стоит на высшем уровне. Вот, допустим, допустим, скажу, Володя, приготовь борщ. Володя скажет, хорошо, а бери замес к кастрюлю, бери сковородку, и наливает туда, там все, что попало, там все, выливает на все. Володя, зачем ты взял сковородку? Сковородку для других, бери кастрюлю. Брать, все равно так удобно, потому что, и когда там, и выдумывает, что за угодно, и слухай, и думаешь, брат, ну, ну, чего ты велисопеда робишь, если уже был велисопед, кастрюли будет вкусно, кастрюли не будут выливаться, кастрюли будут, ну, никуда, ничего не убежит, и грезиденты, или как они это называются, все будет нормально. Але ради оправдания, что він прав, да, Володя, він будет сковородки готовить дальше ежу, еду. Ты робил чи нет, так, Володя? Володя молчит. Он не понимает, о чем я говорю. Я пример привожу, потому что, Володя подумает, что действительно было дело, он сковородки борщ готовый. Нет, еще такого не было. Просто я кажу, что вот это есть оправдание, когда мы, скрывая истинную причину, оправдание шукаем на все. Мы оправдываемся, мы стараемся скрывать истинную причину, а тому у нас появляется фиктивное, такое формальное, ну, не реальное. Давайте послухаем, что, конечно, слово Господне. Он же сказал, один человек сделал большой ужин и звал многих. Я скажу, что будучи званым, это привилей. Когда тебя зовут, это привилей. Когда тебя ждут, когда тебя шануют, это привилей. и что осталось? И когда наступило время ужина, послал работу свою сказать, звоним, идите, ужин, все готово. и начали все как бы сговоривши извиниться. Первый сказал, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Знаете, вот абсурдные оправдания, абсурдные. Слушай, заранее договорился, заранее человек тебе попередил, что у меня будет пир, и я тебя приглашаю. Ты у меня будешь почтить, и ты у меня будешь. Но, знаете, тут я хочу заметить, чтобы вы знали. Злые люди, чтобы отомстить своих ближних, они всегда ему хочут поставить. Знаете, поставить. Если кто-то кому-то отказал, в чем-то, а бы просто, ну, не знаю, какая причина была, той обиделся, той будет шукать, день и ночь спать, а бы найти, зато будет ему убиточно, зато там шучу ему. Зато хоть затраты не все. Я там место заняли, на свадьбу, пригласили на свадьбу. Микола, будешь? Да. Надежда, у нас Миколы немало. А, ей, Микола, ладно, мы не Микола, а там Варнава. Варнава, ты будешь на свадьбу? Да, с семьей приду, все, я забронирую тебе место Варнава. Хорошо. Че, Варава, скажу, Варнава, это девушка. Варава. У нас Варави нет? Нема? Нема. Варава, ты будешь? Да, буду все. И последний момент. Слушай, знаешь, я землю купил, иду подивиться. Ты что, издеваешься? Слушай, я для тебя уже, я столько людей відмовил ради тебя, а ты, а ему надо отомстить, что ему больно было. Я не буду ходить в собрание, что ему отомстить, потому что, якщо приду, будут людей богато, а лучше я не приду, а и будет меньше людей. Ты для себя, дожди для колбасы, дожди для себя, дожди для сестры, для хориста брата, сестры. Знаете, люди не до конца, они хочут мстить. Вот этот несчастный, земледелец, бестолковый, купив землю, видите ли, он купит землю. Так сто лет кому требует, твоя земля, человеку ты обещал, человек с тобой раз договорился, чего ты, подмовляешься, иду землю, каже, надо посмотреть, а что, земля убежит? Вот я был бы там, я бы за уши тянул бы этого наглеца. Сказал, да, хочешь землю смотреть, да? Землю? Вот зараз будем вдвоем посмотреть, а что тут эту землю смотреть-то? земля, крылья мои, он убегает или улетает, или что? Тебе я считал за людину, тебе принимал, тебе все, а ты такой неблагодарный, бестолковый, нехороший человек. Ну почему ты делаешь, я тебя шанувал, я ведьмувлял богатёх, а тебе место занял. Нет, этот несчастный, решил. землю, еще, еще умный вид принял, наверное, такой разумный, такой, это самое, знаете, у меня такая ситуация, я это напоминаю, мне, знаете, что, когда я был водных решений принимать, с Гаяне, Гаяне пропустили, а мне не дали, а говорят, братцы, ну а вы курите? Братья, у меня такая работа, что я муж, они, девицы, тут целые люди, этот человек вообще не пророжден. Тут вопрос-то это водных решений, а с целым-то, ты знаешь, скажешь, что у меня же такая работа, там, знаете, я еще курю, там, что, ну типа, хотел бросить, как у нас некоторые говорят, вот я хочу служить Богу, ну еще я не, да, дорубив, да еще, еще мне требует, это как я, прямо, буквально, и сказал, добрый брат, я говорю, я хотел бы с женой, конечно, но у меня, у меня работа, вот работа, да, хорошо, сейчас останется без работы, посмотрим, как ты дальше будешь, вот оправдание наше неуместно, оправдание неугодное, то дякую Богу, что Бог меня помиловал, что на следующий день, мне опять сказали, может, брат, я работаю, не работаю, я, слушайте, я хочу хрященни, еще, я просто не соображал тогда, я не понимал, я бегом, я принял хрященни, с Божьей помощью, 93-го роте, 11-го липня, уже 31-й год, ладно, оставим этого человека, земледельца, неразумного, ну, и еще, а второй, что ты купил, я купил пять пар валов, бизнесмен у нас появился, я купил пять валов, иду испытать их, прошу тебя, извини меня, знаете, все такое оригинальное, местописание, на всех подходит, на всех случаях жизни, Володя, камеру выключи, я уже, тебе насмотрелся, вот, пять пар валов, ну, и, еще, ты пять пар валов, ты купил, и теперь, еще, теперь, а теперь, иду их испытать, а когда, знаете, вот это, говорится, лапши, вешать на уши, вы представляете, он купил пять варвалов, типа, вали там себе сидели, они взяли бегом, ты что, ты не бачил, какие они ходят, не ходят, хромают, один другому подружке, билет носит, или что, что ты испытываешь, зачем ты обманываешь людину, он, вот так второй земледелец, как этот, бизнесмен, горе, пять варвалов, купил он, типа, маршруты купил, пять рейсов у него, пять этих купил, я сейчас буду испытать, пока буду там подвигаться, как они там, это самое, это явные обманщики, друзья, люди, которые не ценят, когда те, хозяин, их уважал, их шанувал, их просто считал людиной, их поднимал, а эти, этот бессовестник не оправдал его доверию, он начал выдумывать, как будто это буквально сегодня купил, и завтра он не может испытать, просто хотел отомстить, мстители, давайте я его, назову этот проповедь, мстители, вот, мы говорили про земледельца, про всех, валиста, чья, как он там называет его, валов накуплял, людей одну пару не могут купить, он пять пар валов купил, ты что, еще, скажи, что, земли там трошки докупали, соседи дали земли, да, короче, это тоже, такой же человек, третий, я на третий удивляюсь, я даже не знаю, как сказать, чтобы было скромно, надо подобрать такие слова, чтобы не вышел с грани моя думка, знаете, что третий сказал, угадайте, даю три варианта, я знаю, что вы знаете, не надо вариантов, третий, а? А? Голос Германии, немецкий не знает, женился он оказывается, и что, брат мой, что, ты тоже хочешь смотреть, испытать, что, что, какая у тебя проблема, он женился, видите ли, ну и что, то как раз тебя с женой приглашают на пир, неразумный ты людина, он женился, и что ты теперь, что ты, я женился, вот, дай мне мудрости, все правильно говорит, я женился, и потому не могу прийти, я не знаю, у нас, кто женатый, вот, поднимайте руки, женатый, ну, раз, два, ну, трех и есть женатых, бывший, предыдущий, там, ну, еще, и женился, ну, хорошо, слава богу, что ты женился, еще, далее, и что это стало причиной, так, ты взял бы жену подружки, сказал, слухай, мне, там, этот, кто там, висарен, висаренович, как его, и стало, ну, как было фамилия, отчество там, короче, приглашает на пир, все, давай, пойдем, этот самый, ты представляешь, а он узнал, что я женился, наверное, хочет, нет, он решил, знаешь, я женился, там, может, как раз ты женился, то, он тебя приглашает, чего ты, мститель, что ты, старые обиды, вспомнил, ты вспомнишь, что когда-то там, что-то там, позычил 100 гривен, он тебе не дал, или что, какая причина, чего ты не даешь, ну, знаете, ладно, я о нем мальчу, просто о нем хочу молчать, потому что это третий мститель, он хотел отомстить его, он женился, ладно, живи себе с Богом, але, вот это трое, трое мстителей, там был какой-то советский фильм, мстители, вот эти трое мстители, да, ну, они горе мстители, они неудачники, они знают, что надо рубить, но не знают, что рубить, они пренебрегли этому хозяину, але, знаете, это во благо, добре, что таких людей нема среди нас, друзей, добре, что их, они отсутствуют, это хорошо, они могут такой момент тебе подножку дать, что ты не будешь знать, то думаешь, что они отказались, идите с Богом, даже с Богом, вы не придете, Бога нема с вами, просто идите, и знаете, и господин твой, то благодаря тому, что эти бестолковые, бессовестные, эти мстители, выдмовились, девица, 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 господинцы, скажи, пойдите скорее по улицам, переулкам, города, и привезите сюда нищих, увечных, хромых, слепих, вот таких людей идите привезите, они точно меня не відмовят, мне однажды один человек сказал, как он говорит, типа у него круг, уважаемые, авторитетные люди, я сказал, брат, у меня тоже уважаемые, авторитетные, может, когда-то, но были авторитетными людьми, и что, разница в чем, уважаемые так самые люди, да, для тебя они, может, и не считаются как люди, а для меня считаются, я очень с ними дружу, общаюсь, не нехтою им, а у него были уважительные и авторитетные люди, я посмотрел, как они у тебя будут уважать и авторитетным прая плевать, как там мне, авторитетным влиять, влиять. Знаете, благодаря тем, что они отмывались, цей господин дал такую команду и пошли, они, они по городам, из городов и привели людей. И он сказал, и убедите их, где написано было, не знаю, где я читал, пойдите, в другом месте может написано, что пойдите по другим городам, убедите, да, убедите прийти, чтобы на полностью дом сеть. И Господь, знаете, и действительно привели людей, приходили люди, и они сели там, где мало будут. И сегодня та самая история нашей жизни. Бог дает одинаковое право для всех людей на планете Земля. Одинаковое право. Мы сами должны, это Бог нас приглашает. Друзья, что это? Бог нас. Нас. Сану Иван Василь Петров всех нас приглашает. Бог хочет с нами беседу, хочет нам пир. А у нас, а видите ли, у меня там, я жениться хочу, я бусы купил, я хату водую, я там все что здоровляю, и мы нехтуем Богом. А Бог просто скажет, отодвиньте его сторону, идите, найдите другого, достойного, который будет ценить и будет врываться до меня и будет земной раз и назажды. Столько раз бывало в нашей жизни, когда мы спотекали Господь, Боже, всемогущая рука подняла нас, дала нам надежду, уверенность, и мы с той надеждой шли далее. Почему? Потому что мы отказали все, а что у нас и можно быть жены были, земли были, волок было, а мы это все оставили, когда Иисус мы хотим за тобой идти. Все то, что ты мая, я мая, я еще иду, я не хочу отмовиться от тебя, Господи, ты Бог мой, ты творец мой, помилуй меня, Господь, я хочу жить с тобой раз и назажды, чтобы никто не похитил, Господи, поможи мне, Господь. Друзья, наш Бог вчера, сегодня, навеки той самой, наш Бог не меняется, он сегодня нас кличет, сегодня спасает, сегодня дает нам прекрасную нагоду. Я деку Бога, что Господь дал, как я уже говорил, на 25 сервня, я даже смотрел, смотрел, как это называется, погода ровному, значит, четверг, как сегодня, такой облачный дождь, пятница облачный дождь, суббота облачный дождь, неделю солнышко, такая солнышко, что такого не было, человечеством, 30 градусов жара, понедельник тоже жара, вторник тоже жара, сердца тоже жара, четвертый, знаете, почему это столько жарит, за то, что 25 у нас хрящен, и Бог благословляет еще четыре дня, на всякий случай, еще для нас, чтобы нам было добре. Поэтому я дякую Господу за наших братьев, майбутных, теперешних, за Миколу Пилипенко, за Александра Ревакон, яки зудилися, они хочут, они не відмовились, шутите, они не відмовились, они хочут идти степереза, за Господа. И Господь, я верю, уверен, как мне на чужой стране благословили до сегодняшнего дня, до типачи украинцев, которые живут в Украине, Бог будет благословить и дальше будет вести. И как он сказал, никто не похитит из руки моей, друзья, Божьи руки местные, крепкие, сильные, всемогущие, краше отдаться ему, краше служить ему доброй совести и вы нас сохраните с бережем. Зараз мы с вами, дорогие братья, сестры, друзья, помолимся, подякуем Господу за то, что вы сегодня здесь, нами и вели нас, благословляй нас. Божий призыв, николи не приги обставлено не вихляй. Умей спевать, спевай. Даже не получается тонально, не переживай. Бог поймет, Бог знает, мы для Бога робим. Чему люди стесняются, чему люди соромлятся, Бог не для людей хочет, не хочет людьми уши еще робить, как слово забыл, не знаю, для ушей говорите. А мы, верующие люди, мы говорим для Иисуса. Господи, ты знаешь, у меня не все слова, або да, некоторые говорят, надо грамотно, слушайте, успокойтесь ваши грамоты. Чем больше грамотно своборишь, тем больше помилок робишь. А когда ты гробишь от души, как для Господа, вот это самое грамотное. Пение, верши, и интернадцать туда попадает, и все-все-все до кучи, и голос, и все там, тембер, все-все. И Господь благословит. Хорошо, друзья, зараз кто как может, не для людей, для нас, Господом, помолимся. Скажем ему все, что лежит в нашем сердце, чтобы им благословили нас, чтобы благословить наших братьев, сестер, кожно, кто сегодня участвует в служении, кто будет делиться словом, хай Бог прославится его имя, хай будет прославлен навеки. Аминь. Теперь включаем микрофоны и широ-широ молимся Богу. поднимем блядь. Милозерный Господь, благословит нас, Аллилуйя Тебе. Слава, слава, хвала Тебе, Господь. Аллилуйя, Глава. Боже, пися, дякую, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Оно ведь скоро закрыться, может Дух Божий об этом твердит Скажут люди, Слово Божье уже вернется к нам Только люди не взывайте, Господь не ответит уж вам Слова Амоса звучат так ясно, что он написал наперед, что люди горько стонать все будут, как жаждый томимый народ Скажут люди, Слово Божье уже вернется к нам Сколько людей, сколько людей не взывайте, Господь не ответит уж вам Любовь Господню искать все будут, как жаждущий ищет воды Господь закроет окне, Господь закроет окне, спасение не смогут найти уж они Скажут люди, скажут люди, скажут люди, скажут люди, скажут люди, Слово Божье уже вернется к нам Только люди не взывайте, Господь не ответит уж вам Господь не ответит уж вам Ходить все будут от моря до моря, чтоб Слово Господне найти И полные будут мучения и горя не смогут спастись уж они Скажут люди, Слово Божье уже вернется к нам Сколько людей не взывайте, Господь не ответит уж вам М Richtalo darle, горяду и взывайте, Господь не отвечает Господь не ответит уж вам Господь не ответит уж вам Господь не ответит уж вам Hearaur, эти мальди, о том Nai отнесите, Господь не ответит уж вам Hear, цу carrying wordогр Господь не делайте, что говормг Господь не ответит уж вам , late certificates, Девки не вернется к нам Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пісня Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так, прошу Сестра Оля, Вирш Привыкнуть в жизни можно ко всему Есть черный хлеб, водою запивая И спать на голых досках одному Ходить в обносках, их не замечая Но как привыкнуть к авшности людей Которые живут лишь ради денег Они готовы предавать друзей И даже из-за нескольких копеек Как относиться к тем, кто подставлял Готовы выслужиться пред начальством Кто честь и совесть где-то потерял Успехов добиваясь лишь нахальство Реально ли предателей любить? Как улыбаться тем, кто унижает? Как в обществе людей, прогнивших жить Которые все время угрожают? Господь в Писании ответил нам Что нужно за врагов своих молиться И исправлять Создатель будет сам Он смотрит на сердца, а не на лица Рассматривает душу глубоко Извешивает сердце человека А мы не замечаем ничего Грех собственный исковал собой веки Поэтому молиться надо нам И за своим следить духовным миром Грехов сидит реально много там Перуют бесы, заплывая жиром Вот это настоящий есть кошмар Грехи чужие перед этим тают Мы плачем горько, что достал комар А рядом крокодил нас разрывает Да и аминь Да, слава Богу, это ваши Как говорится, мысли, думки Сочинения Хорошо получилось Так, прошу, друзья Слава Богу Это естественно В два года церкви звали Слава Богу Сихвотерение Так случилось Ненавидели, отвергали Унижали и презирали И все делали остальное Чтоб задеть его за живое О пророчествах позабыли Сына Божьего не излюбили В чудесах его не нуждались Вместе с дьяволом не боялись Говорили, что он помешан Сколько было злобных насмешек Не хотели и Иисусу верить И другим закрывали двери Дети зависти И коварства У такого таля нет царства Не желали Иисуса услышать Затыкали плотнее уши Отказались от благодати Приготовили талю распятие Перестали гордиться сразу Для Иисуса был крест заканут Совесть гречную заглушили Сына Божьего не излюбили Почитали его за чужого И цепляли каждому слову Хорошо, что Голукова близко Распинать это очень быстро Самозвание пусть умирает И тогда о нем все узнают Никакой о жалости речи Грубый крест Иисуса на плечи Рядом не было милосердных На изгломе Иисуса сердца Распинать царей неприлично Но для морских Солдат привычно Не назвали работу новой Крест окрашен кровью бобровой Вот и все своего добили Что жестокие огумели И кого на кресте распяли А пророки значит немгали Так, что исполнилось Слово Божие Отвергнуть никто не сможет Иисус Спасение наше Крест Вот вам грехи и ваши Слава Господу За мною йди Коли море густует За мною йди Отермиський путt За мною йди За мною йди Отермиський путt Отермиський путt За мною усюди іди За мною иди, не лякайся ты святу, за мною иди, верни будь заповедку. За мною иди, вечно тим небеса, за мною усюди иди. За мною иди, вечно тим небеса, за мною усюди иди. За мною иди, вечно тим небеса, за мною иди, з вірою и любовью. За мною иди, не покину тебе, за мною усюди иди. За мною иди, не покину тебе, за мною усюди иди. Відкрите небо дай мені побачити, коли стає найважче на душі, коли земне усе на світі втрачене, на самоті Господь не залиши. Коли минується майбутнє і небачено, вода змиває села і міста. Відкрите небо дай мені побачити і нагадай, де є моя мета. Куди піду і де мені сховатися, від зла, що захопило цілий світ. Навчи, як серед болю усімхатися і небо бачити відкритим із землі. Мені потрібен ти, і немає значення, що коїсь навколо мене скрізь. Відкрите небо дай мені побачити, бо часом затуляється від сліз. Надія, тіха, сила і призначення від тебе з неба сходить, Боже мій. Відкрите небо завжди хочу бачити, доки я житиму на цій землі. Ти наповняєш духом і димним баченням. Ти переколуєш моє життя. Відкрите небо хочу я побачити, бо іншого немає укриття. Амінь. Міра вам, братья і сістрі. Міра вам, братья і сістрі. Привітаю всіх іменем Ісуса Христа. Господь да благословит і укрепит в Слові. Я теж хочу поделиться Словом Божьим, як і брат Санок говорил, за испытання валов, за Царство Небесне. У нас теж происходит испытання, Господь нас испытывает, но люди, бывает, испытывают друг друга, проверяют друг друга, свои условия ставят. Но в Слові Божьому, когда мы читаем Откровение 3 глава, и там написано, «Советую тебе купить золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться и в белой одежде одеться». Такое предисловие слова, которое Господь хочет нам напомнить. «Золото огнем очищенное». Да, мы, мы живучи на этой земле, и часто мы как бы утвергаем то, что Господь хочет в нас или для нас сделать. Для нас хочет Господь лучше сделать, чище сделать, освободить нас. А вот мы, знаете, такие живые горшки, и мы вот выкручиваемся, бывает, из рук Господней, и не принимаем то, что от Господа. Да, не принимаем. Когда идет очищение, вот само золото, о золоте хочу сказать. Золото, когда, чтобы чистая золото, там проба, высшая проба, да, его огнем, в огне, в огне плавится это. И собирается, как вот сверху, как же, ну не ил, а такой мусор собирается сверху, да, и таким черпаком дуршляк такой, знаете, вот это собирает и просто его выкидывает, потому что оно не угодно. Так и нас, когда Господь начинает очищать, освобождать, испытывать нас, братья и сестры. Вот шлак его, шлак называется на русском, я не знаю, как на украинском. И вот эти шлаки, которые не довольство, не любовь, раздражение, гнев, крик, злоречие и тому подобное, братья и сестры, Господь собирает и что, выбрасывает его из нас. То есть, когда переплавка эта идет внутри нас, а если мы не плавимся, если мы отвергаем, если мы молимся, приходят какие-то испытания, мы не просим у Господа, Господи, дай мне силы, дай мне пройти это, дай мне победителем выйти. Знаете, братья и сестры, не просим, да, мы просим, Господи, избавь, Господи, убери, Господи, соделай, но только не это. А вот когда мы задаем Господу вопрос такой, братья и сестры, Господи, а что ты хочешь этим мне сказать? Потому что когда в искушении человек находится, это испытание, переплавка огнем, да, открываются помыслы, чувства, планы, желание, желание открывается. И вот когда наши желания или наши помыслы не соответствуют воле Божией, то с Господом не угодно. А враг дьявол, он написано в Писании, что он не устоял в законе Божьем, не устоял. И он знает волю Божию. И вот когда мы неправо что-то поступаем в жизни, не по воле Божией враг тут как тут. И он начинает нас терзать, нас начинает всяческие проблемы делать в жизни, да, проблемы делать, да. И вплоть до того, что люди доходят до такой степени, и потом говорят, о, Бога нету, Бог не защищает, Бог меня не слышит и тому подобное. Мы, мы, желающие очиститься, и чтобы в белых одеждах были, в белых одеждах, то мы должны что, пройти этот путь испытания, трудности, да, и желать и просить у Господа, чтобы Господь, я не говорю, знаете, было когда-то очень-очень давно, я молился такой молитвой, да, в Писании так написано, молиться, Господи, испытай меня, испытай мое сердце, направил ли я в пути. Вы знаете, что происходило? Происходило такое, как буря огня, все свалилось на меня. Я начал кричать, Господи, убери, Господи. Я увидел, что это я сейчас понимаю, тогда я не понимал этого. И я потом даже больше не проповедовал, я не говорил за это, что люди даже не просили этого, потому что не может человек устоять. Это Давид сказал, испытай меня, проверь меня, да, он был праведный муж, ну, там случилось это в жизни одной у него, но во всем он был, он угодный был Богу. То и мы, мы должны быть угодные Богу чистые, чтобы наши одежды, чтобы мы обогащенные были Духом Святым, силой и благодати, чтобы мы выходили на встречу, что дьяволу и врагу и побеждали, или когда он нас преследует, или когда враг, что делает нам проблемы. Да, трудно, когда неведение, когда мы не знаем, но бывает, что, помните, когда Христос был на кресте, уже распятый был, и он такие слова сказал, Боже, для чего ты меня оставил? Вот знаете, вот бывает так в жизни, Господь тоже нас бы как бы, как бы оставляет, но хотя Господь сказал, что не оставлю и не покину тебя. Как бы, вот мы просим, молимся Господу, Господи, помоги, ответа нету, нет ответа, да. Это испытание для нас веры. Верим ли мы до конца Богу, до конца в этих испытаниях, которые мы проходим, или в болезнях, или в трудностях, или какие-то проблемы, искушения, или даже брак, родной брат, который не любит тебя, тот, который злословит и ходит, разносит все. Но мы, стоящие в Господе, должны все принимать от Господа. Аллилуйя! Слава Богу! Господь благословит в этих испытаниях, трудностях, чтобы мы не испытывали, братья и сестры друг с другом, проблемами или еще чем-то, не жаловались, да. Мы не должны жаловаться или обижаться и тому подобное. А мы должны что? Просить у Господа мудрости, силы, чтобы нам благоразумно поступать и за все благодарить Господа, ибо такова воля Божия. Да. И когда процесс очищения, освобождения происходит у нас, да, сначала печально, трудно, а после что? После нам приносит как добрый плод, добрый плод мы приносим. У нас нету раздражения, крика, злоречия, нету ничего не доброго, все хорошее, то есть плоды Духа Святого, как написано Галатом 5 главе, как с 19, да, в 19 стихе, нет, ниже там, ниже написано, чтобы не плоды плоские, вот эти вот, которые выливались из нас, а выходило Слово Божие, чистое из нас. И чтобы люди, видевшие нас, сказали, что мы воинственные дети Божие. Аллилуйя! Слава Богу! И эти испытания, мы, ну, можем просить, и можем не просить, по силе, как у кого на сердце, но если мы просим, Господи, испытай меня, то просить надо, чтобы Господь дал силы Духа Святого, чтобы в этих испытаниях устоять. Но если ты чистый, если ты праведный пред Бога, то эти искушения, испытания, они просто не придут, а наоборот, ты будешь благодарить Господа, славить Господа за победу, которую Господь уже совершил для нас, и в нас эта победа. Да, когда мы ходим и не грешим, а поступаем по праведности, по Слову Божию. Господь благословит нас всех и укрепит, чтобы мы не чуждались, не чуждались тех трудностей, которые, а наоборот, просили Господа, мудрости, силы, чтобы этот путь пройти достойно Христа. Потому что Христос, вы думаете, когда Христос был на земле, что не было искушения? Многие тогда думают, он же Бог был, да, он Сын Божий, да, Богом посланный на эту землю, да, и он был в таком же теле, как и мы, и там его злословили, там не написано описание, что там злословили, что там плювали на него, что его там обзывали разными словами, не написано, но искушения все равно были, и это было, как и на нас это приходит, и к нам приходит, и нас всячески не правит на злословие за имя Господа, но мы блаженны, если мы ходим в Духе Святом, поступаем по Слову Божьему. Господь да благословит, чтобы мы все принимали от Господа, просили Господа силы Духа Святого, и чтобы это была победа в нас для Господа нашего Иисуса Христа и для вечной жизни. Господь да благословит, каждого и укрепит, и поможет, и соделает, быть непоколебимыми, и все придавает в руки Господа. Аминь. Да, слава Богу, проще с чумами. Слава Богу, мать и сестры. А, сейчас перевернуть надо, сказал парфей. О, классно, хорошо, хорошо. Хорошо, ага, хорошо. Земля на грани катастрофы, делимый атом страх несет, но есть спасение Голгофа, Христа Иисуса кроткий профиль, лишь кроткий профиль, лишь кровь Христа от бед спасет. Беда в одном, что люди стали так горды, зло вокруг кипит, без вери в Бога, без морали, в своем величии не ископали, в сердцах неверие цари. Зачем стремиться к преисподней? Ведь Бог желает дать покой. Но что им будущее сегодня? Отвергну милости Господни. Ушли от Бога далеко. Господь за это взыщет строго, без вери им не смыть вины. Не потому ли в сердцах тревога? Ведь отступление от Бога страшнее атомной войны. Мир вам, настал общение час. Мир вам, мы приветствуем вас. Мир вам, пусть будет слышать смех детей. Мир вам, и больше радостных дней. Мир вам, сердца пусть будут добрей. Мир вам, вы не судите людей. Мир вам, и вашим близким и друзьям. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Так же просто вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья и здоровья. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и пусть Господь вас хранит. Мир вам, пусть крепче дом ваш стоит. Мир вам, пусть крепнет вера каждый час. Мир вам, пусть враг отступит от вас. Мир вам, мы говорим в этот час. Мир вам, злой дух покинет пусть вас. Мир вам, конца не будет вашим дням. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, братья, сестры, мир вам. Так же просто вы говорите всем друзьям. Мир вам, и с любовью счастья и здоровья. Мир, братья, сестры, вам. Мир вам, и с любовью счастья и здоровья. Мир, братья, сестры, вам. Слава Богу. Еще хочу рассказать коротко свидетельство сегодня. Как это важно, друзья дорогие, нам видеть Божьи благословения в каждом дне. Вот у меня сегодня было очень много Божьих благословений. Потому что тут в церковь мы ходим, посещаем служение. И у них тут сборники песен. Такие уже драные, просто в руках рассыпаются. Ну и я смотрю, никто не собирается их в кучу собирать. И берешь просто в руки, и страницы вываливаются. И в общем плохое состояние. Так Бог давно ложил на сердце, что нужно эти сборники переплести. И так Бог сегодня благословил. Значит сестры пожертвовали такой кожаный плащ хороший. Но он был очень грязный. Бог дал сил этот плащ привести в порядок, высушить его. Так все это поладилось хорошо перед поездкой. И сегодня я ездила в Смоленск. И повезла значит этот плащ и эти сборники. Не все конечно половина переплетчику. И такое было Божье благословение в том, что такой город большой. И такая была жаркая погода. И Бог дал мне силы конечно так бегать по этому Смоленску. Чтобы сдать эти сборники этому брату. Передадут ему. И значит и этот материал для работы. Слава Богу. Вы знаете как это важно, когда нас например на этом месте не будет. Да останутся добрые наши дела. Даже вот мы уедем Бог благословит. А в церкви останутся сборники. Как это будет приятно. Будет людям, братьям, сестрам брать в руки их. И по ним петь. Славить Господа. И как это здорово. Когда мы с земли с этой пойдем. А наши добрые дела останутся. И Бог благословит. И раздать еще Евангелий там. Ну конечно не очень много. Потому что когда ты очень скоро должен двигаться. И быстро решать свои вопросы. То не можешь ты сильно останавливаться с людьми. Чтобы беседовать. Но кто значит желал. Все получили Евангелие. Да. И Бог еще так благословил братья и сестры. Что я не думала. Что я могла не успеть на это собрание. Вот. Я так устала. Что просто домой приехала. Просто упала. Да. И думала что. Ну благодарила Бога. Что я успела в собрании. Но я маме сказала. Я участвовать не буду. Просто нет у меня таких сил. Но Бог благословил. Смотрите какой чудный Господь. Он благословил. Что я смогла восстановить силы. Немножко отдохнула. Покушала. И вот я участвую в собрании. И могу даже свидетельствовать о его милости и любви. Да. После такого заболевания. Которое у меня было. Так он мне дает силы. И укрепляет. Что можно еще что-то для Господа сделать. И благодарю Господа. Да. Велико. Что я успела на автобус. И успела в собрании. И что мамочку Бог тоже сегодня благословил. Что она была дома сама. И тоже все дела очень хорошо. У нее был благословенный день. Все у нее получилось. Поэтому благодарим Господа. Не устаем благодарить Господа. За все его милости. Особенно большая милость Господа в моей жизни. Что я осталась живая после этой болезни. И что он мне сохранил жизнь. И такое стихотворение очень коснулось меня. Я его прочитаю. Милість Божа то подарунок. Я часто думаю. Как бы ни милість Божа. Мене б же не было на цей земле. Тому хвалу Всевишньому приношу. За кожну мить. За радость и жаль. Бо уже не раз. Не мов на волосині. Життя весело и лякало смерть. Но мой Бог велик и всесильный. И все плани разбивав ущердь. Ви скажете. Хіба таке буває. Хіба в наш час такие чудеса. Я цьому свідок. Сумнівів немає. Дивай сьогодні роблять небеса. Як часто люди кажуть. Пощастило. Родив сорочці. Це обставин збіг. А в Божий захист. І могутню силу. Ніхто не вірить. Підіймуть на сміх. А я кажу. Що то Господня ласка. Ще не пора. Тобі ще даний час. Щоб ти життя поправив. Зняв всі маски. Щоб цінності змінив. Життєвий враз. Не кожному можливість та дається. Це значить. Тут потрібніші ще ти. Прийміть цю істину до свого серця. Цінуючи цей дар. Вперед іди. Я теж це зрозуміла свого часу. Бог нагадав мені. Що плоть трава. Що це життя таке крихке як ваза. Що я по його милості жива. Тому встаючи вранці. Пам'ятаю. Що новий день. То не повторний шанс. І щиро мого Бога прославляю. Що мій життєвий вогник ще не згас. Це не тому що я за інших краще. Це Бог мій. Милостивий до мене. Він сильний. Вирвати з лап смерті. З її пащі. Він до життя і приречених верне. У наші долі. Всі у його власті. Він любить нас. Дає ще благодать. Тож виснов їх зроблю. Велике щастя. Такого Бога у житті пізнать. Слава Богу. Да, слава Богу. Все, пісня є? Є. Давайте. Обитавання Всегда пребудут Крові Ісуса Их подтверждает Хотя б погасла Надежда в жизни Что обещал Бог Кто даст Что обещал Бог Кто он исполнит Хотя бы в жизни Погибло все Хотя бы звезды Погасли в небе Обитавання Обитавання все стоят И в час страдання Когда темнеет Слабеют силы Унынье в сердце Не дам сомненью Смущать Смущать Не душу Что обещал Бог Кто даст Что обещал Бог Кто он исполнит Хотя бы в жизни Погибло все Хотя бы звезды Погасли в небе Обитавання все стоят Пусть Пусть Искушенья Кругом Бушуют Но сила Крови Дает Победу И Радостно Я Я Пою В надежде Что обещал Бог Кто даст Что обещал Бог Что он исполнит Хотя бы в жизни Погибло все Хотя бы звезды Погасли в небе Обитавання все стоят Когда воскреснут Все дети Божьи И ангелы Нас На небе Встретят И Радостно Мы там Получим Венцы Победы Что обещал Бог Кто даст Что обещал Бог Кто он исполнит Хотя бы в жизни Погибло все Хотя бы звезды Погасли в небе Обитавання все стоят Что обещал Бог Кто он исполнит Хотя бы в жизни Погибло все Хотя бы звезды Погасли в небе Обитавання все стоят Обитавання все стоят Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Итого, друзья, продолжаем наше служение Кто еще мое что поделиться Какие вы принесли с собой, будь ласка Прошу Больше ничего нема Ну, брат этот раз нема Слава Богу! О! Голос зала Кто это? Знакомый голос Пожалуйста, бачите Как только я уже переходим Уже сразу голоса появляются Прошу Прошу Читаю больше Что хворий на лежку лежал Запах ликів наповнював цілу кімнату Біля ліжка навпроти Стілец там стояв И подумав священник До приходу мого готувались напевне Раз стільчик стоять Ви чекали мене? Запитав у старого Ні А хто ви? Почув тихий голос в ту мить Я священник И меня сюда запросила ваша донька Чтобы мы помолились за вас За здоровье ваше За стілення тіла Біля ліжка Я стільчик побачив В той час припустив Що чекали ви мого візиту Ой, так, стільчик Промовив слабий чоловік Я попрошу Не тяжко вам двері закрити Пастор двері закрив І сівши неподалік Приготовився слухати Хворий Продовжив Я ніколи Нікому про це не казав Все життя я прожив І відкритись вам можу Що до Бога молитись не вмів і не знав Я до церкви ходив Чув, що там говорили Що молитва рятує людей від біди Що вона робить чудо Бо в ній дивна сила Що молитися треба постійно Завжди Завжди Сядь на стілець А навпроти Став Другий Юяви На цім місці Ісуса Христа Та дивись Лише з вірою Не сумнівайся Нерозумного в цьому нічого нема Все йому розкажи Його Його прислухайся Бо ж в писанні слова він сказав не дарма Я завжди з вами буду Постійно моліться Тож йому ти розказуй Все сам Як мені Я послухався Сподобалось дуже мені це І тепер кожен день із Христом в тишині Розмовляю Годинки зу дві Але тільки Щоб не бачила донька Вона не збагне Бо признає тоді що я став божевільним І у дім для безумних спровадить мене Пастор вражений був Відпочутого хворим Він молився за нього І благословляв І сказав Що вести такі бесіди добре І щоб з Богом і далі Він так розмовляв І додому пішов Закінчивши розмову Після цього минуло лиш декілька днів До нього підійшла донька хворого знову І сказала Що тато цей світ залишив Він із миром пішов Він із миром пішов Запитаний пастор Я вважаю що так В день я йшла в магазин Він покликав на мить Обійняв І сказав ще Що мене сильно любить А потім один залишився Вернулася я за годину І знайшла його мертвим Та його кінець Видається мені нез'ясовним і дивним Біля ліжка у нього Завжди був стілець Видно що перед смертю Зібрав він всі сили Відірвався від подушки І на стільчик в той час Положив свою голову Там зупинилось його серце Промінчик Життєвий погас Ось таким я знайшла його Знати я хочу Вашу думку про це І розгадку Знайти А священник сказав Витираючи очі Дай Бог кожному Так від землі відійти Цей стілець біля ліжка Він був непорожнім І скінчилась на цьому історія та Як прекрасно було Щоб вмираючи кожен Свою голову клав На коліна Христа Слава Богу Слава Богу Я теж зачитаю штих 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 називається Малыш По вулиці Малыш шагал Возрослый мир Щоб он окунулся Його рука В реке отца Щоб Наркоманам Не споткнуться Но хто ж захочет Чтоб його 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 Я сам Я сам Он повторял Желаю Вирваться на волю Ты сам не можеш Слышка Мал И луч Больший Здесь очень много Отец терпений Повторял Притвормазував Птенца Родного Но он И слышать не хотел Вперед Вранулся Что есть силы И тут же В ружу Полетел Где гусе Время проводили Ведь я тебе Предупреждал Держись меня И будет лучше Твоя рука В моем руке Гарант Одежда Будет чище Может впереди Глаза горят Забраться Хочет На перила Не удержался Носом И в грязь Селенок Яну не хватило С участием Руку Протяну Отецу Прямому Мальчишке Я сам могу Сам поднимусь Звучит Цвет Его Синишки Ты сам не можешь Может быть Но разве Нужны Муки эти Сраза не быть Боль Переносить И плакать Как другие Дети Не лучше ли идти Со мной Руки Мои Всегда Держаться Успешно Скорь Бегнет Мое Сердце Жмет Когда труд Путь И далек О да Он знает Скорь Мою Я Сердце Самочувствую Все Он знает Раны Мне Жизнь Данный Спаси Теле Знает Все Он Знает Все Когда волей Слав Искушенье Сражен Мечом Раскаяния Солнца Круши Не ополнит Покоя Ни Мира Ни В чем О да Он Знает Скорь Мою Я Сердце Самочувствую Все Он Знает Раны Мне Жизнь Данный Спаси Теле Знает Все Он Знает Все Когда В час Ночной Слезы Горькие Льются Порой И Спешит Ко мне Он Любви Святой И Дает Душе Он Покой О да Он Знает Скорь Мою Я Сердце Моя Скорь И Слезы Моя Скорь И И И Слезы Моя Я Сердце Чувствую Все Он Знает Раны Мне Жизнь Данный Спаситель Знает Все Он Знает Все Когда Жизнь мечты Не исполнит желания твои Утешенье слова Шепчет он душе Это все Ко благу тебе О да Он знает Скорбь мою Я сердцем Чувствую все Он знает Раны мне Жизнью данных Спаситель знает все Да, слава Богу Да, еще раз благодарю Господа За Его милу За Его охрану За Его любовь к нам За это время благоприятное Что нам Бог еще дает нам время Действительно Бог очень много говорит К нашим сердцам Очень много Приводит нас Действительно нам надо Много еще исправляться Много надо еще Где-то освещаться Примиряться Потому что Как написано слово Говорит никто Никто не знает Когда это Наступит Своя очередь И уйти Из этой земли Один Господь знает Действительно Сегодня Бог Много Проговорил Действительно Есть люди Которые Ну Не хотят Служить Господу Знаете Всегда Выкручиваются Всегда Что-то находят Я Как Это Сегодня Как Брат Прочитал Про этих Три Там Про Волок Там Про Жениться Там Все В церкви Даже Говоришь Почему Ты Опаздываешь Почему Ты Не можешь Раньше Приехать У них Всегда Отговор То Жена Виновата То Муж Виноват То 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 Потому Что Враг С Человеком Работает Враг Делает Такое Чтобы Человек Опоздал На Служение Чтобы Человек Не Присутствовал На Служение Чтобы Что Небудь Чтобы Выкрутиться Но Знаете Мы Здесь На Земле Можем Выкрутиться Мы Можем Собрать Неправду Сказать Но На Суду Ты Не Выкрутиться Один Другим Хочешь Лет Или Не Хочешь Кручиться Ты Не Выкрутиться Бог Знает Твое Сердце И Бог Знает Причины Почему Ты Не Хочешь На Служение И Я Тоже Многу Эту Семью Говорил И Говорю Знаете Как Одно Ухо Зашло Другое И Вышло Я Тоже Почему Так Опаздываешь То На 20 Минут То На 15 Минут Раньше Можешь Выехать То Жена Вина То И Четыре Детей То Жена Она Муж Говорит Пусть Бог Поможет Чтобы Нам Действительно Как Сказать Не Было Чтобы Мы Действительно Говорили Истину Друг Друг Как Написано Слово Божьем И Знаете Апостол Павел Нам Тоже Говорит Слово Божьем Это Время Нам 16 Глава 17 Стих И Ниже Здесь Уже Апостол Павел Нас Умоляет Умоляю Вас Братья Конечно И Сестры Остерегайтесь Производящие Разделения И Сообразные Во Проекте Учения Которые Вы Научились И Уклоняйтесь От Них Ибо Такие Люди Служат Не Господу Нашему Иисусу Христу А Своему Среву И Ласкательству И Красноречием Оболшает Сердца Простодушные Ваша Попоконность Верия Всем Известна Посему Я Радуюсь За Вас Попоконность Я Радуюсь За Вас Но Желаю Чтобы Вы Были Мудры На Добро Просты На Зло Бог Знаем Что сегодня Дух Святой будет говорить Слово Божие Проповедникам Потому что Бог Видит Каждого Сердца Бог Видит Каждые Недостатки Бог Все Видит Потому что Он И Говорит Через Слово Чтобы Нам Исправить Пути Наши Где Мы Не так Не так Поступаем Он Даже Умоляет Апостол Павел Говорит Остерегайтесь Производящие Разделения Сообразные Вопреки Учения Которые Вы Научили И Уклоняйтесь От них Действительно Слово Божие Нас Учит Слово Божие Нас Наставляет Слово Божие Нас Предупреждает Чтобы Мы Уклонялись От этих Сейчас Особенно В этом мире Идет Лжеучение В церквях Лжепророки Говорят Лживые Слова Которые Не Идет По Слову Божие Как написано Что Они Убирают Из Церкви Людей Своих Избранных Которые Бог Избрал Потому что Враг Не хочет Чтобы Человек Был Ему Верно До конца Чтобы Человек Не Служил Ему Чтобы Человек Не Делал То Что Написано Слово Божие А он Хочет Чтобы Человек Не Служил Чтобы Он Служил Дальше Мир То Он Говорит Остерегайтесь Уклоняйтесь От них Ибо Такие Люди Служат Не Господу Нашему Иисусу Христу А Своему Чреву И Расскательству И Красноречив Оболчает Серца Просодушных А здесь Нам тоже Напоминает Слово Божие Матвея Где нам Слово Евангелист Говорит 18 Глава 15 Стих И Ниже Он Здесь Говорит Если Что Грешит Против Тебя Брат Твой Пойди И Обличи Его Между Тобой И Им Одним Если Послушай Тебя Твой Приобрел Ты Брата Твоего Если Не Послушай Возьми Собой Еще Одного Или Двух Дабы Устами Двух Или Трех Свидетелей Подтвердили Читатому Слово Если Не Послушать И Скажи Церкви А Если Церкви Не Послушать То И Добуд Он Тебе Как Язычник И Мы Истинно Говорит Вам Что Вы Свяжете На Земле То Будет Связано На Небе И Что Разрешите На Земле И Будет Разрешено На Небе Здесь Нам Тоже Евангелист Говорит Когда Христос Был Он Говорил Своим Апостолам Он Говорил Своим Евангелистам Он Говорил Всем Чтобы Люди Исправили Свои Пути Даже Если Против Тебя Как Он Говорит Зистос Товереши Против Тебя Брат Или Сестра Пойди Обличи Ему И Ты Видишь Его Недоставки Ты Видишь Ее Еще Одним Если Он Послушает Тебя Победил Можно Так Сказать Слово Если Не Послушает Тебя То Возьми Одного Еще Свидетеля И Снова Говори Эти Слова Как Раньше Ты С ним Одним Говорил Вот Если Он Не Послушает Уже А что Говорит Он То Его Считают Как Язычник И Мы На Замечание Бери Если На Замечание Послушается Не Делай То Что Ему Говоришь То Действительно Считаем Знаете Действительно Мы Как Пастора Мы Не Хотим Чтобы Ну На Слушается То Что Ты Говоришь Но Тут Напоминает Нам Истин Говорит Что Вы Связки На Земле Будут Связаны На Небе Если Если Так Читаем Апостол Павел Говорит Коринфянам Это Первый Коринфянам Пятая Глава Здесь Такие Слова Говорится Пятая Глава Девятого Стика Я Писал Вам Послание Не Сообщайтесь С Блудникам Впрочем Не Вообще С Блудникам Мира Сего Или Лихаимцем Или Хищником Или Дослужителем Иначе Надежало Вам Выйти Из Мира Сего Но Я Писал Вам Не Сообщаться С тем Кто Называет Братом Остается Блудником Или Лихаимцем Или Нелослужителем Или Злоречивым Или Пьяницей Или Хищником И Таким И Даже И Не Есть Вместе Ибо Что Мне Судить И Внешних Не Внутренних Вы Судите Внешних Судит Бог И Так Изверните Развращенно И Среди Вас Знаете Когда Я Только Уверовал Пришел К Богу И Мне Молодые Братья Учили Чтобы Я Вообще Не Обращался С Миром Ни С кем Даже В родстве Где У меня Нету Не Познавшего Бога Даже Чтобы С Ним Не Приветствоваться Чтобы С Ним Не Говорить Ничего Даже С Ним Не Есть Не Куча С Ним А потом Я Думаю Почему Он Так Говорит А Когда Я Начал Больше Вникать Слово Божие То Бог Не Начал Открывать Оказывается Совсем Другое Наоборот Нам Надо Общаться С Миром Привести Людей С Родственникам Говорить Слово Божие Не Закрываться А Говорить Им Вот Конечно Если Человек Согрешил Против Тебя Если Человек Согрешил Вообще Смертным Грехом Грехом И Остается Таким Ж Это Конечно Так Написано Чтобы И даже С Ним Не сидеть В одном Столом Не Кушать С Ними Потому Что Бог Говорит Строго В Писании Потому Что Бог Он Нелетоприятен Он Говорит И И И Исполняет Мы Иногда Люди Не Думаем Мы Иногда Как Сегодня Брат Тоже Говорил Что Ну да Иногда И я Так Думаю Знаете Бог Меня Уже Не Слышит Я Уже Один Остался Все Разошлись Разбежали Церковь Закрылась Знаете А кто А кто Это Делает Бог Нет Враг Делает Враг Начинает Посылать Человеку Мысли И Человек Попадает В уныние Он Попадает В уныние В печали Чтобы Лежит Человек Отошел От Бога Чтобы Человек Не служил Ему Господу Но Бог Не хочет Наоборот Хочет Бог Чтобы Мы Больше Зывали Больше Стучали Даже Левит Напоминает 19 главе С 15 стиха И ниже Такие слова Здесь Не делайте Неправды На суде Не будь Литеприятен Книжкому И не угодай Лицу Великого О правде Судьи Близне Твое Не ходи Переносчиком В народе Твое И не Восставай На жизнь Близне Твое Я Господь Не Враждуй На брата Твое В сердце Твое Облющи Близне Твое И не Понесешь За него Греха Не Мсти И не Имей Злобы На сцену Народа Твое Но Люби Близне Твое Как Само Себя Я Господь Смотрите Даже В Старом Завете Как Мы Сюда Говорим Здесь Нет Слова Старый Завет Это Мы Наши Слова Говорится Это Священная Книга Библия Не Делайте Неправды На Суде Не Будь Лицеприятен К Нищему Не Угождая Лицу Великого По Правде Судьи Близного Не Ходи Переносчиком Народе Твое Не Восставай На Жить Близне Твое Я Господь И Враждуй Граду Твое Сердце Твое Обличай Близне Твое Не Понесешь На него Брех Не Мщи И Не И Не Злобы На Сынов Народа Твое Но Люби Близне Твое Как Само Себя Я Господь Знаете Вот Сейчас Сидишь И Думаешь Вот Идет Война Как Мы Можем Любить Эту Войну Как Мы Можем Это Врага Любить Он Взрывает Он Кидает Снаряды Стреляет Людей Убывает Дома Рушится Как Его Не Любить А Надо Любить Слово Близне Свою И Среди Народа Твое Надо Тоже Любить Среди Братьев Свои Которые Действительно Они Иногда Такую Гаду Сделают Для Тебя Вот Иногда И Даже Не Хочется Действительно Любить Этого Человека Но Говорит Слово Люби Его Уважай Его Говори С ним Даже Обличай С Любовью А Знаете Сейчас Люди Так Они Будут Не Так Скажи А Ты Не С Любовью Говоришь К Нам А Ты Не Так Говоришь Надо С Любовью Иногда Действительно Любовь Человека Уже Не И Не И Человек Сразу Замечает С С С С С С С С С Есть Такое Есть У У каждого В церкви У каждого Особенно На постановку Постана Обличаешь Не так Ты обличаешь И с любовью Обличаешь Не говоришь Не так Не говоришь Не с любовью Говоришь Она Да с любовью Вот так И она Идет Потому что Человек Всегда Находит Какую-то Причину Зацепку Чтобы Человека Зацепить И Отвернуться В сторону На себя Вину Он не хочет Взять Что Я действительно Виноват Прости Там Брат Эрот Или там Брат Петя Или кто Там Нет Он Уже Психанул Все Ушел Из церкви А кто Это делает Конечно Враг Потому что Враг Вот смотри Какой он Он Теба Паса Он Так Ни с любовью Обличает Ни с любовью Говорит И любит Тебя Потому что Сейчас Действительно Надо Очень Бодрствовать И стоять На страже Сердца И даже Евангелие Тоже Матвея Напоминает Пятая глава Здесь такие слова Сорок Третий Он здесь Говорит Такие слова Вы слышали Что сказано Люби Ближность Твою И ненавидь Врага Твою А я говорю Вам Клинающего Благотворитель Ненавидящего И молитв За обижающего И гонящего Да будет Сынам Отца Вашего Небесности Ибо Он Повелевая Солнце Своему Восходит Злым И добрым И посылает Дождь на Праведных Неправедных Ибо Если Вы будете Любить Любящего Какая Вам Награда Не то Жали И делайте Митри Если Вы Приветствуйте Только Братьев Ваших Что Особенно Делайте Не так Жали И поступайте Язычники И так Будьте Совершенны Как Совершен Отец Ваш Небесный Мы Здесь Тоже Видим Что Евангелисты Напоминают Нам Нагорное Пропо Выслышали Сказанное Любить Ближнюю Свою Врага Свою Молите За них Нам Надо Надо Их Благословлять А не Не Приклинять Он Говорит Потому Что Наш Язык И Это Наш Враг Язык Есть Тоже Враг Он Тоже Мы Тоже Не Можем Бодрствовать Нашим Устами Нашим Языком Мы Можем Тоже Наговорить Знаете А потом Как Обдумывать Как Здесь Так Послушать Птица Вылетела Улетела Уже Не Поймаешь Так И Слово Она Улетела Из Уста Наши Она Уже Не Вернется Ты Человек Ранил Ты Человек Можно Сказать Даже Словами И Убил Пусть Наш Бог Поможет Нам Чтобы Нам Действительно Как Написано Слово Божие Чтобы Мы Действительно Были Верны Господу До конца Я Еще Последнее Зачитаю Слово Божие Мы Будем Молиться И Благодарить Господа За Это Уже Неделя Можно Сказать Уже Скоро Месяц Конец Уже Слава Богу Мы Еще Собираем Господь Нам Собирает Это Здесь Напоминает Апостол Яков Он Говорит Такие Слова В Втором Главе Четыре Сиха И По Шестнадцати Он Так Товая Глава Четыре Нас Шестнадцать Что Польза Братья Мои Если Кто Говорит Что Он Имеет Веру А Дел Не Имеет Может Ли Эта Вера Спаси Его Если Брат Или Сестра Наги Не Имеет Дневного Пропитания А Кто Нибудь Из Вас Скажет Им Иди Идите С миром Грейтесь Питайтесь Но Не Дай Им Потребнуть Для Тела Что Пользы Так И Вера Если Не Имеет Дел Мертва Само Себе Но Скажу Но Скажет Кто Нибудь Ты Имеешь Веру А Я Имею Дела Покажи Мне Вера Твою Без Дел Твою А Я Покажу Тебе Веру Мою И Дел Моей Ты Верешь Что Бог Един Хорошо Делаешь И Бесы Веруют И Трепешут Но Хочешь Лишь Знать Основательный Человек Что Вера Без Дел Метва Не Делам А А Авраам Отец Наш Возложив На Жертв Негисака Сына Свою Видишь Лишь Что Вера Содействовала Делам Его И Делами Вера Достигла Совершенство Исполни Слово Писание Веровал Авраам Богу И Это Менялось Ему И Праводность И Он Наречен Другим Божьим Видите Что Человек Оправдается Делами А не Верой Только До сих пор Пусть Нас Бог Всех Сохранит Чтобы У нас Действительно Мы Должны Молиться Если У нас Еще Вера Или Дела Маленькие То Бог Всегда Дает Нам И Будем Сейчас Молиться За Нужды У кого Есть Нужды Я Прошу Молиться За Меня Чтобы Бог Укрепил Чтобы Я Не Отпускал Руки Действительно Я Уже Иногда Отпускаются Руки Иногда Ну Как Уже Никакое Настроение Не Бывает И Вера Тирается Молиться Я Прошу И За Детей Моих За Внуков Моих Чтобы Бог Сохранил Если Бог Дать На Следующем Месяце Еще Доживем Не Будут Семьдесят Хотят Дети Внуки Чтобы Бог Не Сохранил Пути Дорогие Путь Бог От Тех Тоже Благословит Я Ваше Благословляю Его Им И Суто Песня Ему Слава Веке Аминь Слава Богу Слава Богу Брат Дякую Дорогие Братя Сёстры Время Уходит Так Что Давайте Мы Будем Молиться Друг за Другу Просить Божие Тех Которые Лекарни За Брата Игоря Помолимся За Его Здоровье Хай Бог Благословит За Сестру Веру Адамович Она Сегодня Была У Врача Хай Благословит Такой Жей За Веру Фрицак Уже Давно Не Бачим Не Чуем Девана Хай Бог Сбереж И Сохранить Благословит За Сестру Марию Чтобы Скорее Зажгла Эта Нога И Быстро Она Вступила В Бою Благословит За Сестру Люду Максимчук Которые Тоже Там Раны На Ноге Тоже Будем Просить Господа За Шуман Попросим За Сестру Еву Попросим Чтобы Бог Благословит Их Укрепил Помолимся За Сестру Саражинскую Ольгу За Ее Здоровье За Детей Что Господь Дал Покаяние Приблизились До Господа Помолимся За Женкова Что Господь Благословит Детей Внуков Родину Хай Бог Благословит За Наших Хлопцев Которые Мают Принят Водня Хрещение Тоже Будем Просить Господа Что Бог Благословит Чтобы Они Твердо Стояли На Пути Господне И Никто Их Не Поколевал Будут Ветры Будут Всякие Але Должны Держаться За Твасчевы Николы На Дно Не Педе Трем За Господа За Брата Алексея Соколов Марию За Их Семей Помолимся Хай Господь Благословит Их Труд Их Служение Что Во Всем Прославился Господь Помолимся За Недельный День Чтобы Бог Дал Устройство Группа Благовестных Майя Участвует Служение Чтобы Бог Благословил Их Приезд Что Устройство Было Все Во Всем Так Попросим Божие Благословения Брат Алексеев Что-то Хотел Добавить Да Всех Приветствую Братья И Сестры У нас Леса Горят Такой Дым На Улице Что Дыхнуть Не Можно Сидим Дома Окна Закрыто Все Закрыто Только Молимся Господь Чтобы Господь Дал Ветер С другой Стороны Поворачивается И Туда Свежий Воздух А потом Снова Назад Позвращается Я удивляюсь У вас Столько Довгая Зима Все Мокрые Коли Успе Леда Висохнет Все Горит Горит И Зимой И Горит Второй Горит Брат И Сеса Второй Горит Добрый Боже Поможи Сестра Таня Что Там А До Менесен Звонил Валентин От Я Спілкувалась Он Привит Передав Змок Вина Из Церкви Виферста Ну Он Шукает Там Работу Хочет Підробляти Пенсию Виробив Слава Богу Мает Пенсию Служит Там Церкви Ну И хочет Десь Підроблять Я З ним Говорила Ему Зуби Треба Зробити Він Же Беззубий Нема Там Работи В Березному Він Там Шукав Близько Березне Його Поставили На Облік В службу Занятості Але Работи Ще Немає Він Просить Молитися Він Всяку Работу Тоже Не може Робити Бо Нема Здорові То Помолимся Щоб Господь Обласовив Работу Господа Благодарим За все И вас За молитвы Друзья Дорогие Просим Помолиться За наше Здоровье Чтоб Вами Бог Исцелил Ногу Эти Мозоли Чтоб Она Могла Нормально Ходить Очень Сильно Ее Тревожат И Чтоб Бог Сахар Чтоб У меня Был В норме И Восстановил После этого Лечения Произведенного Мой Организм Также Просим Помолитесь За Таню Которая После Инсульта И за ее Мужа Чтоб Мужцер Как Пришел Она Сама Не неверующая И Таня И Вася Просим Также Помолиться За сестру Зину Чтоб Бог Исцелил От рака Кишечника За защиту От мобилизации Братьев По всей Украине Нашего Зятя И чтобы Закончилась Эта война Просим Помолиться Благодарим Добрые друзья Друзья Чувствуем Эти молитвы Мы Скажем Господу Мы дякуем Бога Что Господь Дает нам Взмогу Что мы Можем Час В час Хоть Сбираться И Вопрятить До нашего Господа Просите Божьей Милости А Господь Кажет Воззови Ко мне Я отвечу Тебе Покажу Тебе Великую Недоступную Чего Не знаешь Наша Задача Молиться Просите Божьей 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 Отвечает Хай Бог Благостовет Мы заканчиваем Нашу Трансляцию Это было Служение Церкви Двага Я буду Завис Новок Асям После Церкви Двага После Законченной Трансляции Мещиро Молимся Бог Аминь